С добрым утром, друзья! Мы решили, раз вы давно уже с нами в команде, то уровень вашей физической подготовки немного подрос и можно слегка усложнить задачу. Делать это я буду не сама, а со мной, как всегда, Максим Милютинов. Расскажите, что подготовили вы для наших телезрителей сегодня? Здравствуйте! Ну, хочу сегодня предложить более сложный вариант нагрузки, связанный с ногами. Дело в том, что пришла весна и все хотят достаточно быстро и эффективно подготовить себя. Те упражнения, которые я хочу сегодня показать, они не требуют какого-то сложного дополнительного инвентаря, их можно выполнять самостоятельно, даже в домашних условиях. Упражнение, которое мы сегодня рассмотрим, это комбинация нагрузки на ноги, которая будет включать с собой переднюю поверхность бедра, будет включать ягодичные мышцы и также частично будет включаться и внешняя часть бедра. Музыка Музыка Так, сейчас у нас было упражнение, которое включало в себя выпад вперед, выпад назад, мах ногой и отведение ноги в сторону. Совершенно верно. Но это не все. Не все. Что дальше? Следующее упражнение, которое мы сегодня рассмотрим, оно не будет уступать в энергозатратах, оно достаточно эффективное и энергоемкое, но при этом основная нагрузка будет сконцентрирована на ягодичной мышце и также мы вовлечем в работу верхнюю часть плечевого пояса, то есть непосредственно плечи и внутреннюю часть спины. Ноги ставим чуть-чуть шире плечевого пояса, носки слегка разводим, прямой спиной садимся, берем гантелю, садимся до прямого угла, поднимаемся, локоть выводим вверх над головой, фиксируем, зафиксировали руку, присяг и на выдох вверх. Несмотря на всю внешнюю простоту, на первый взгляд, этих движений, будут требовать хорошей координации движения и баланса, но при этом они достаточно эффективно будут прорабатывать все те проблемные зоны, которые за зиму у нас накопились и дадут хороший тонус нашим мышцам. При этом они будут в достаточной мере сжигать большое количество калорий и не будут требовать от вас какого-то сложного инвентаря, то есть эти упражнения вы сможете делать дома и хорошо подготовить себя к весенним сезонам. Друзья, это непросто, но это очень интересно. Обязательно пытайтесь повторить это дома. Продолжение следует...